Ранняя диагностика онкологических заболеваний в Израиле это, как и положено, забота государства. Там существуют специальные программы, которые оплачиваются из бюджета Министерства здравоохранения. Их основная цель – раннее выявление рака. Это, в свою очередь, позволяет избежать большой смертности и лечить онкологию намного успешнее. Это даже не государственная программа, а скорее государственная политика. Карак по-прежнему основная причина смертности в Израиле. Поэтому на борьбу с ним брошены огромные ресурсы и ранняя диагностика – один из главных инструментов. Процент смертности низкий. Еврейское государство на восьмом месте среди 20 стран ОЕСР по выживаемости онкологических больных. И этот процент устойчиво снижается с 95-го года. Онкология сильно помолодела, говорят местные специалисты, поэтому надо начинать диагностику как можно раньше. Закон не позволяет кого-то обследовать принудительно. Но приглашают очень настойчиво, пока человек не пройдет необходимые проверки. Это регулярные обследования женщин, маммографии, ультразвуковое исследование молочной железы, сдача анализов крови, как правило, у мужчин на PSA. Это специфический антиген, который показывает уровень изменения в предстательной железе и заставляет врача об этом задуматься. У этого есть и чисто экономический аспект. Гораздо дешевле найти и вылечить рак на первой стадии, чем на третьей или четвертой. Лечат всех, вне зависимости от запущенности случая, но такова онкология. Вылечить первую стадию у многих видов рака удается практически полностью и в разы дешевле, чем вторую или третью. При этом все расходы несет именно государство, а не гражданин. Отдельное внимание уделяется заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Случаев такой онкологии тоже много и разработана специальная программа для их раннего выявления, причем иногда еще до появления рака. При хорошем разрешении снимков желудочно-кишечного тракта изнутри, возможно определить изменение сосудистого рисунка, изменение слизистой настолько, чтобы, не то чтобы предсказывать, предвидеть развитие через годы ракового состояния. И это позволяет дать правильные рекомендации пациенту, скорректировать его образ жизни. Все это позволяет, если не победить рак, вряд ли это вообще возможно, но сильно улучшить результаты борьбы с ним, продлить жизнь пациентов и значительно повысить ее качество. В этом смысле Израиль сильно опережает другие страны. Выживаемость онкологических больных здесь самая высокая в мире, в том числе и благодаря ранней диагностике. Сергей Услендер, Хабар 24.